Территорию будущего горнолыжного курорта год назад взял в аренду Центр инновационных технологий. За это время приступить к реализации проекта так и не удалось. Основная проблема в уточнении размеров земли. Реальные границы, участка, на котором много лет располагалась база «Спартак», не совпадают с границами, нанесенными на бумагу. Вот этот документ, вот это обращение уже направлено в управление лесами, уточнение границ, мы в ближайшее время уже ждем, что эти границы будут уточнены. Ну а предварительный разговор был с управлением лесами? Ну конечно. Ну идете вы с ним, потому что управление лесами – это государство в государстве. Вы еще будете год или два с ними с собой. Много лет на ошибку в документе не обращали внимания, но сейчас при строительстве новой горнолыжки этот нюанс имеет большое значение. При этом обновленная горнолыжная база займет ту же территорию, что и старая. Хотя мы слышим здесь заверения, и с уважением отношусь к руководителю предприятия, но тем не менее, получается, что мы с вами даем разрешение, и если будут какие-то нарушения, то мы берем на себя ответственность за это. А какие нарушения вы предполагаете могут быть? Какие? Ну в том числе выпиливание. Ну хорошо, если вы говорите про выпиливание, мы можем туда зайти с пилами без видения администрации района? Мы можем туда зайти с пилами без видения управления лесами? Нет, конечно. Депутатов волновало, что именно будет построено на Хихцере и может ли это навредить заповеднику. На горнолыжном курорте планируется реконструкция трасс, а также строительство зон отдыха, например, для конных прогулок и гольфа. Меня очень смущает авиационный спорт. Какой? Авиационный. Что он включает в себя? Авиационный спорт, есть у нас параплан, да. То есть люди спокойно могут запускать, имея естественный спуск, летний период времени, когда они используются подгорнолыжные трассы. Пожалуйста, запустили крыло ночью. Это заповедник. Очень листный. А как заповедник влияет на то, что человек может осуществлять планирование на этот спускаемый аппарат? Часть депутатов высказалась в пользу проекта. Правило, если сейчас не примем, они же встанут на полгода, как бы не больше. Они встанут и все, и работы не будет. То есть люди доплатят аренду нам в район и, собственно, хотят там развиваться. Это до места рабочие. Но я думаю, это хороший проект. Однако после обсуждения за проголосовали пять человек, против один, а семеро воздержались. Центру инновационных технологий придется пробивать вопрос по другим инстанциям. На сегодняшний день уже поданы документы во все структуры, которые должны разрешить проектирование и строительство объекта. ЦИД готов начать работы в любое время. Сейчас последняя инстанция. Это уже управление лесами. Будем ждать от них ответа, что они нам напишут. Потому что до сих пор это Министерство природных ресурсов, Министерство имущественных отношений нам в этом вопросе отказало. Если решение об установлении новых границ не будет принято в ближайшее время, хабаровчане еще на год лишатся возможности отдыхать на базе ХИХЦИР. Анастасия Незнанова, Александр Марченко, Смотри Хабаровск.